Дорогие коллеги, в гостях в студии ритейл.ру, диалоги о ритейле, Ольга Глебова, руководитель департамента маркетинга Залегровской Шинкере. Добрый день, Ольга. Добрый день, кстати. Ольга, второй день форума подходит к концу, всеми его участниками уже признано, что сегодня ритейл находится уже в новой реальности. Скажите, что для вас в этой реальности изменилось, как вы видите изменения своих покупателей, своей аудитории и как меняетесь сами на фоне всего этого? Вы знаете, я могу сказать, что за последние, наверное, года три, если мы будем говорить с вами про вот такой временной диапазон, достаточно много поменялось и с точки зрения запросов аудитории, да, и с точки зрения экономической ситуации, о которой вы сказали, и с точки зрения требований, которые предъявляют сейчас покупатели к ритейлу в целом. То есть, будем говорить откровенно, ситуация, которая была с эмбарго, стартовала три года назад. Очень многих ритейлеров привела в первоначальный ступор, многие не понимали, что делать дальше, но надо отдать должное, профессионализм сработал на уровне, все адаптировались. Как это произошло в Зельгрос? У нас очень много товаров было, как бы произошло импортозамещение, да, то есть мы смогли адаптироваться, мы ввели российских производителей по ряду товаров, не уступающих качеству производства, и таким образом мы сохранили весь, как бы, объем покупательской корзины, необходимой для наличия в магазине, без фактически потерь, да. То есть, наш покупатель и в Зельгросе, и, я думаю, что в российском ритейле в целом, достаточно легко адаптировался к этой ситуации, и сейчас слово эмбарго уже никого не пугает, более того, его, наверное, почти не вспоминают. С точки зрения требований покупателей, покупатель стал более избирателен, да, то есть он готов идти на обратную связь с торговой сетью в случае, если он понимает, что от его решения будут зависеть изменения, на которые он, собственно, может повлиять. И у нас очень активно развита обратная связь с покупателем в связи со спецификой сегмента, что мы являемся форматом cash and carry. У нас часть аудитории – это профессиональные покупатели, с которыми, в принципе, работают менеджеры по работе с клиентами, да, соответственно, это тет-а-тет общение. И мы очень гибко стали реагировать на все запросы клиентов, даже, может быть, предлагая им больше сервисов, чем было ранее. То есть мы стремимся не останавливаться на достигнутом, мы стремимся быть в тренде. Мы ввели, например, не так давно, более двух лет назад, но это относительно недавно, сервис бесплатной доставки для профессиональных покупателей, и видим, как он активно развивается и востребован, соответственно, со стороны клиентов. А с точки зрения изменения ритейла в целом уже никого из профессионалов не пугает, например, слово «омниканальность», которое раньше казалось чем-то очень таким страшным, непонятным и таким прозападным. Сейчас все понимают, что кто еще не реализовал эту систему, должен к ней активно стремиться. Мы также в этом направлении работаем. То есть, да, у нас есть потенциал для развития в плане омниканальности, и мы понимаем, какие моменты нам нужно реализовать для того, чтобы быть, собственно, в тренде. Поэтому мы следим за тем, как развивается наш покупатель. Мы понимаем, как необходимо развиваться наши сети. Мы стараемся идти в ногу со временем для того, чтобы получать благодарных клиентов, лояльных клиентов. Сейчас у «Зельгроз» больше миллиона активных клиентов, и, соответственно, мы стремимся, чтобы эта цифра у нас прирастала не только за счет открытия новых магазинов, но и, соответственно, за счет увеличения, расширения аудитории в существующих магазинах. Делаем для этого максимум возможного. Ну да, сегодня привлечь нового покупателя намного дороже, чем удержать старого. Если говорить о лояльности, то какие здесь инструменты вы используете, чтобы удержать своих добрых клиентов, с которыми мы уже давно работаем? Вы знаете, сейчас в эпоху некой ценовой борьбы, как ее принято называть, фактически сама эта ценовая борьба выходит уже не на первый план, а потихонечку отходит дальше. То есть на первый план уже выходит отношение к покупателю с точки зрения сети. Это и дополнительный сервис, это и атмосфера места совершения покупок. То есть клиент готов уже избирательно подходить к месту, где он будет тратить свои деньги. Он хочет получить улыбку кассира, он хочет получить наличие свежего продукта на полке, он хочет получить полный список товаров, за которыми он пришел в одном месте. Он должен понимать, что уровень цен будет соответствовать его ожиданиям, но при этом одних цен уже становится мало. Соответственно, мы со своей стороны стремимся, чтобы у нас все это было в комплексе. Очень чистые, удобные, свежие магазины, в которых действительно приятно делать покупки. Это с точки зрения аудитории B2C. С точки зрения аудитории B2B, как я уже сказала, это сервис бесплатной доставки, активно развивающийся. Возможность соответствовать требованиям нашей аудитории и их запросам, реагировать оперативно на эти запросы, ну и таким образом наращивать базу новых клиентов, ну и, естественно, сохранять лояльных клиентов. То есть мы очень активно смотрим, что если у нас кто-то из клиентов в течение определенного времени у нас не покупает, то есть внутренние инструменты работы в компании, которые позволяют понять, что с этим клиентом произошло. Возможно, он сменил место жительства, и тогда это резонный фактор. А возможно, мы можем вернуть этого клиента через какие-то дополнительные усилия, и такие опции у нас работают. Ну, например, для профессиональных клиентов предлагается максимальная программа по бонусной системе, да, то есть чтобы вернуть. У нас есть бонусная программа, она зависит от оборота клиента в текущем месяце, получения им скидок в следующем месяце. Соответственно, предлагаются определенные инструменты, опции, дополнительные купонные программы на суммы, которые клиент может использовать в магазине. Равно как и для частных клиентов, например, есть такая практика, что если клиент не покупал больше, чем полгода, то ему позвонят, и в случае его согласия прийти в магазин, он получает скидку, которую может использовать в день покупки на определенную сумму, но, тем не менее, это является бонусом. И таким образом очень много клиентов к нам возвращаются, и мы понимаем, что мы готовы снова с этими клиентами работать, да, мы готовы получать от них благодарность и, собственно, слушать их пожелания для развития в дальнейшем. Тогда последний вопрос. Есть четкое понимание, ну, учитывая, что, как мы вначале сказали, что это новая реальность, что лучше оно быстро не станет, и какие вы себе видите там с перспективой на, может быть, год-два самые важные шаги для дальнейшей конкурентной борьбы и сохранения лояльных клиентов? Я вам могу сказать, что очень важно для компании не расслабляться, не снижать уровень работы, это очень важно. Причем, что я могу сказать, что это не только важно для некоторых подразделений компании, это должны понимать все подразделения компании внутри, то есть только из лояльных сотрудников, которые не лояльны к самой компании, а лояльны к бренду компании в том числе, будет получаться и лояльность клиента, потому что мы с вами, работая в какой-то компании, мы, тем не менее, являемся также и клиентами, и, вполне вероятно, и своей компании. И делая что-то для клиентов, мы должны понимать, что мы это делаем и для себя. То есть всегда нужно помнить, что нужно становиться на ту сторону, представлять себя клиентом, на которого мы работаем, и тогда проверять, тот ли эффект получится, те ли действия мы делаем, чтобы, собственно, достичь желаемого. Ну вот, на мой взгляд, в ближайшие два года, естественно, должно быть дальнейшее развитие, и мы планируем открытие новых магазинов, есть уже площадки. Мы планируем открытие в Зеленограде, это будет новый формат, уже анонсирован был компанией ранее. Мы планируем открытие в Одинцове, и также находятся некоторые площадки в работе. Соответственно, это будет повышать узнаваемость бренда Зельгросс в целом, расширять географию присутствия, ну и таким образом получать будем тоже новых покупателей, которых будем превращать в лояльных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова